Всем привет, друзья! С вами Иван Кажи. Сегодня у нас наконец завершится эпичная эпопея. Вот что у меня есть, ребята. Да, это то самое, что я очень долго искал. Буквально, ну не знаю, несколько месяцев, наверное, поисков. То есть, я не знаю, за этим артефактом охотился очень долго. Это новая серия сухариков Flint Street Food, в которая включает в себя всего лишь три вкуса. Вот, это итальянская пицца, бургер и, наконец-то, буррито. Я, наконец-то, нашел буррито, ребята. Честно, я уже не верил, что все-таки смогу добраться до всего артефакта. Но, на мое удивление, вот, зашел я в магазин, смотрю, есть. Конечно же, я хапаю. Вот, заплатил я за эту пачку, которая имеет вес 80 грамм 6 гривен 70 или 80 копеек. В общем, как-то так. И, в принципе, я был счастлив. Уран. Но, потом, пройдясь по другим магазинам, я понял, что, в принципе, эти сухари уже практически есть везде. Вот, цена колеблется от 5,95 и, в принципе, до 7 гривен. Вот. Ну, почему так, я не знаю. Что сразу еще хотелось обратить на ваше внимание на упаковочках. Вот, сухарики серии «Стритфуд» «Флинк» делает в какой-то такой матовой упаковочке. Ну, для сравнения, я снимал обзор на сухарики «Шашлык», то есть, вот такая вот глянцевая упаковка. А «Стритфуд» ну, все вот такие вот, в такой матовой бумаге какой-то. Ну, наверное, чтобы ассоциировалось, не знаю, с уличной едой, которая там заворачивает уже по фирусу, каким-то салфеткой. Ну, может быть так, а может быть просто, не знаю, чтобы как-то отличалась эта серия. Так, ну, попробуем на вкус. Ой, запах служит, запах, конечно, интересный. Я, честно, не знаю, не ела никогда борита, но понимаю, что это некое подобие шаурмы, наверное, мексиканская шаурма, перченая, с всякими приправами, там, может, с каким-то мясом, ну, не знаю. Ну, по запаху, запах достаточно интересный, вот, части напоминает шашлык, вот, какие-то, не знаю, копчености, ну, такая вот семейская какая-то интересная. Сухарик, в принципе, из пшеничного хлеба, вот, в принципе, обычная форма. Вот, попробуем на вкус. Попался сухарик такой, на котором мало было этой специи, или вкусовой добавки. Вот это оранжевое должно быть получше. Ну, вкус достаточно неплохой, интересный, вот, ну, в принципе, ассоциация, не знаю, мне почему-то напоминает, вкус хот-дога, приперченного и, вот, с каким-то еще, там, не знаю, там, травами, я фигу вам. Ну, не той травой, о которой вы все иногда подумали, я имею в виду, там, руккола, там, не знаю. Ну, то есть, специями, грубо говоря. Травянными. Ну, честно, вкус достаточно неплохой. Вот, немножечко такой островатый, в принципе, как и полагает быть, ну, не могу, дословно, его писать, но попробует, в принципе, ребята, однозначно стоит, тем более, они, наконец-то, массово появились на полках наших магазинов. На этом у меня все, с вами был Вангаже, и вот, до новых встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok